Сегодня я хочу говорить о тайм-менеджменте, об управлении временем. Но тут сразу же стоит объяснить название моей проповеди. Я назову ее так. Христианский тайм-менеджмент. Но вот это английское слово надо расшифровать. Оно значит как распоряжение временем, управление временем. Но это не значит, что христиане как-то умеют перематывать время назад. И я надеюсь, у нас нет таких людей в зале, которые могут сейчас перемотать время на 11.00 или снова оказаться в начале собрания. Правда? Только те, кто смотрит на YouTube, это могут сделать. И почему это важно? Потому что мы как христиане говорили сегодня, что мы по благодати спасены, и Бог, Иисус Христос, Он сказал о себе, что те, кто доверяет Ему, кто соединен с Ним с верой, кто верует в Иисуса Христа, на суд не приходят, но уже перешло смерть и жизнь. Есть такое место. То есть говорится о том, что верующий не по своим заслугам, а просто по удивительной благодати Христовой, он не будет на суде, на котором будет решаться, попадает он в ад или в рай. Но вместе с тем сказано в Библии то, что любой верующий христианин, который попал, получается, на небеса, он будет давать отчет. Такое место записано во 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 5.10. Буду читать в современном переводе. «Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно открытыми перед судом Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что он сделал в земной жизни своей, и за доброе, и за плохое». Есть еще другие места, где говорится о том, что мы должны нести отчет перед людьми, которые у нас что-то спросят о нашей вере, о нашей жизни, о нашем призвании. Также есть еще места, которые говорится о том, что на небе будут разданы некоторые награды, то есть это тоже будет как-то наши дела будут оценены. И управление временем, оно, тайм-менеджмент, оно связано с тем, что в нашей жизни может быть больше мудрости, если мы будем понимать, что, окей, мы не можем контролировать время, мы не умеем поворачивать его вспять, мы не можем оказаться где-то далеко впереди, но мы можем вот сегодняшний момент, который нам дан, который есть в нашем распоряжении, использовать так, чтобы потом, давая отчет на небесах, за это не краснеть. И использовать свое время эффективно. И, в принципе, название «христианский тайм-менеджмент» звучит немножко странно, например, как христианская музыка. То есть это музыка, которой просто занимаются христиане. И сегодня я хочу поговорить… То есть, смотрите, христианская музыка. Если бы сегодня был здесь такой семинар, то бы мы объясняли какие-то общие музыкальные такие моменты, которые могли бы быть применены в церкви. И когда верующие люди со своими ценностями использовали бы музыку, когда мы сказали бы, что это христианская музыка. И сегодня моя проповедь будет строиться так же. Я хочу просмотреть сначала вместе с вами ценности христиан, что говорит Библия на тему управления, на тему вообще времени нашего отношения к нему. А затем я хочу, чтобы моя проповедь была максимально практичной и будет много таких советов, которые можно будет прямо в жизни попробовать применить. И часть из них, они были написаны просто неверующими людьми. Мы к этому подойдем попозже, и я объясню, почему это тоже важно, почему стоит нам тоже учиться у таких людей, и почему это может принести на пользу. И пускай Бог благословит нас, чтобы мы использовали наше время мудро, чтобы, оказавшись вот на этом судилище, где нам нужно будет дать отчет, чтобы мы были похожи на людей. И из первой книги «Паралипоминон», которая сказана, что когда Давид собирал себе команду условно, это 12 глава, 32 стих. Первый «Паралипоминон», 12, 32. «Из колена Иссахара 200 предводителей и все их соплеменники, которые им повиновались, люди разумные, знающие, что и когда надлежит делать Израилю». То есть там вообще в этой книге «Паралипоминон», в этой главе идет перечисление разных колен, разных семей, которые присоединились к сообществу Давида. И обычно там идет просто перечисление их имена. А здесь идет такое уточнение, что вот эти люди, они понимали, что нужно делать, и когда это нужно делать. Пускай Бог даст нам мудрость, чтобы мы оказались такими же людьми. Смотрите, вначале будет несколько мест Писания, они будут раскрывать эту тему так постепенно. Откроем Псалом 89, 12. Сказано так там. «Научи нас, как нам считать свои дни, чтобы обрести мудрость». Иакова 4 глава, 13 стих. Прочитаем 4 стиха с 13 по 17. Послание Иакова в Новом Завете. Вот смотрите, какие там есть слова. «Теперь вот еще о чем задумайтесь. Вы говорите, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город и будем там целый год торговать, вернемся с прибылью. «Говорите вы это, а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. И вообще, что такое жизнь ваша? Это пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает. Вам следовало бы говорить по-другому. Если угодно будет Господу, мы будем жить и сделаем то-то и то-то. Вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая похвальба – зло. В общем, кто знает, как делать добро и не делает, тому грех». Апостол нас здесь предупреждает о том, чтобы мы всегда имели это смирение перед Богом, понимая, что все наши планы, они хрупкие, наша жизнь, она скоротечная, она очень хрупка, как просто очень тоненький бокал, который может просто упасть, и в миг ее не станет. И христиане, мы должны говорить смело о смерти, мы должны быть такими людьми, которые не боятся этой темы, которые говорят и думают об этом наперед. И есть большая разница между людьми, которые боятся смерти, они боятся обсуждать некоторые планы, но хорошо, когда вы в семье, например, своей, своей родне, некоторые вещи обговариваете при своей жизни. Когда вы говорите, обсуждаете вопросы с недвижимостью, например, это очень мудро, например, когда вы думаете, что будет с моей женой в случае чего. И это все нужно делать без страха, но благоговение перед Богом и доверие на Него в надежде на лучшее. Это очень важно, так поступать. Пускай Бог благословит нас, чтобы у нас было такое смирение. Еще, планируя время, мы как христиане, мы понимаем, что мы должны отличаться от людей этого мира тем, что наш горизонт планирования, он выходит за рамки нашей земной жизни, что мы и всегда имеем в себя, вот как бы перед собой в разуме такую перспективу, что мы окажемся на небесах, что в каком состоянии мы там будем и где мы окажемся. И давайте вместе прочитаем Луки, 12 глава, 16 стиха. Это притча, которую рассказал сам Иисус. Луки, 12 глава, 16 стиха. «И рассказал им притчу. У одного богатого человека земля хорошо уродила, и тот призадумался, что мне делать? Ведь мне некуда собрать мои плоды. И решил, вот что я сделаю. Снесу-ка я свои житницы и построю большие, и соберу в них всю свою пшеницу, и все свое добро, и скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей, веселись». А Бог сказал ему, безумный, «В эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется все то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих». Нам очень важно иметь всегда вот эту перспективу, что мои интересы, они не ограничены только этой земной жизнью. Я могу собрать себе сокровища на небесах. Я должен действовать так, как всегда с этой перспективой наперед. И еще христиане, у них есть такая ценность, у нас есть такая ценность, что мы понимаем, что наша перспектива, наш главный фокус на жизни, он должен быть на Царстве Божьем, что мы понимали святость Бога, Его принципы, Его любовь, распространение Царства Евангелия. Это очень важно. И вот эта вот самая надежда на Иисуса Христа, понимание того, что я участвую в Царстве Божьем, она нам самим приносит очень много пользы, потому что в жизни уходит ненужная суета, которая иногда просто отравляет нам наши дни. Когда мы слишком сверх меры переживаем о завтрашнем дне, а Иисус Христос нам сказал, не заботиться о завтрашнем дне, потому что иногда мы просто своими заботами не можем сделать, чтобы у нас выросли волосы, как-то там поправился локоть и все такое. И давайте вместе просмотрим два места. Одно будет в Ветхом Завете, одно будет в Новом. Псалом первый. «Блажен тот, кто советует людей нечестивых не следует, на путь грешников кто не встает, в кругу кощунников кто не сидит, а в законе Господа радость себе находит, а закон этот в мыслях его день и ночь. Он, как дерево, что у реки посажено, вовремя плод свой соберет оно, и лист его никогда не увянет. Успешен он во всяком деле». Или помните, как по классике, да, в синодальном переводе, все, что он не делает, успеет. Здесь говорится о том, что это немножко как будто парадоксально. Человек, который постоянно направляет свои мысли на вот этом горне, как мы говорим, да, о законе Бога, о каких-то святых вещах, он, тем не менее, успевает сделать все свои дела, и он успешен в своей жизни. Советы о тайм-менеджменте, они бывают до крайности предсказуемы. А, да, я обещал еще одно место. Тоже очень важно будет зачитать. Матфея, 6 глава, 33 стих. Матфея 6, 33. «Царствие Божие и Божия праведность, вот к чему должны вы стремиться прежде всего, а все остальное будет дано вам в придачу». И советы, они бывают до крайности предсказуемы, и я понимаю, что иногда проповедью, даже вот такой горячей, какой-то вдохновленной, многообдуманной можно принести вред. И я понимаю, что есть люди, которые, может, находятся здесь, может быть, смотрят нас в записи, которым вынуждены много работать, которых эта сфера, она находится в поражении, которые, несмотря на то, что честно, правильно, целенаправленно трудятся, не имеют успеха в финансах, не имеют успеха в своей работе. И очень много вреда было принесено проповедниками, которые выходили и говорили, если в твоей жизни это есть, это проклятие. Но есть, тем не менее, много благочестивых людей, которые несут такую борьбу, у которых все, может, не получается. И нет в том их вины, это не проклятие. Написано то, что тот, кто думает, что благочестие служит для прибытка, он – это человек поврежденного ума. И, конечно, мы тоже можем молиться об этом. Мы должны, если мы замечаем такого человека, которому нужна помощь, мы должны оказывать эту помощь. Мы будем сегодня об этом молиться также. Наша страна переживает не самый лучший экономический сезон, и, тем не менее, есть люди, которые еще хуже дела обстоят с этими делами, что приходится много работать, и все очень сложно. Будем молиться об этом сегодня также. Но сейчас я хочу поговорить о двух крайностях, которые связаны с тенд-менеджментом. Вот по классике пойдем. Обычно всегда говорят «две крайности». Представим дорогу, у дороги всегда есть две обочины. И вот если мы понимаем, что есть какой-то правильный, быстрый, верный, эффективный путь, как нам развиваться, быть хорошими распорядителями в своем времени, то есть и две обочины у этой дороги. Первое – это когда мы слишком мало заняты. И я думаю, что здесь можно долго не рассказывать, что все мы понимаем, что Библия никак не одобряет паразленность. Если вы просто ленитесь, ничего хорошего в этом нет. Зачитаем одно место из Библии. Притча, 6 глава, 6 стиха. Притча 6.6. «К муравью сходи, ленивый сын, посмотри, как он живет, и наберись в мудрости. Нет у него ни вождя, ни начальника, ни правителя, но с лета он копит запасы, во время жатвы собирает себе пищу. Долго ли ты, ленивый сын, будешь лежать на боку? Когда от своего сна очнешься? Еще немного поспишь, немного подремлешь, немного полежишь, сложа руки, и как бродяга придет к тебе бедность, ворвется нищета, как разбойник». И вот это известное выражение, которое на слуху у всего народа, когда говорится, кто не работает, тот пусть не ест, оно записано во 2-й посланнике Фессаленикицам 3.10. «И мы, когда еще были у вас, дали вам такую заповедь, если кто не хочет трудиться, пусть и не ест». Это христианская добродетель, что если кто-то просто отлынивает от работы, имея возможность работать, тот пускай не рассчитывает на какую-то помощь или не рассчитывает на то, что он будет пользоваться просто благословением труда чужого человека, другого человека. Я думаю, что еще можно вспомнить апостола Павла. Апостол Павел, у него было много разных сезонов жизни. Он был апостолом, он много струдился для Иисуса Христа. Его служение, оно очень яркое, очень важное для всех христиан. Но, тем не менее, были периоды, когда он просто приходил в какой-то город и работал все дни в неделю, а по субботам ходил в синагогу, чтобы проповедовать. Он как бы смирял себя, он понимал, что я не могу просить обеспечения. Он шил палатки вместе с кем-то, об этом записано в деяниях, например, много. И так себе обеспечивал сам себе жизнь. Были другие моменты в его жизни, когда он приходил в другие какие-то города, где была большая церковь, и находился там на обеспечении, потому что было много работы у него, связанной с его миссией. И церковь платила ему деньги для того, чтобы он не имел нужды в бытовых вопросах. И то и другое правильно. Важно это всегда осознавать, что иногда мы можем... Случаются такие современные случаи, когда люди, прикрываясь своим служением, на самом деле просто не совсем эффективно заняты, а было бы гораздо полезнее пойти на работу, может быть, на полставки, а остальную часть посвящать своему служению. Это тоже есть такой вопрос. Они, к сожалению, время от времени всплывают, такие вопросы. Это была первая обочина этой дороги. Вторая обочина, вторая крайность, то, что мы можем быть слишком заняты. Мы можем быть слишком заняты, у нас может быть отсутствие отдыха, в ущерб семье, в ущерб здоровью, в ущерб стратегии. Первые два, я думаю, что мы все понимаем, что иногда мы жертвуем временем с семьей и поступаем немудро. Было бы гораздо мудро остановиться, где-то сказать, другим своим занятым степ-стоп и посвятить время семье. В ущерб стратегии я объясню таким способом. Я на работе, я занят в программировании, я программист, и это такая сфера, в которой говорят, что все должны постоянно обучаться. И действительно, все новые разные вещи, они выходят каждые полгода. Вот я последние несколько месяцев был сильно занят одним функционалом на работе, и у меня не было свободного времени, чтобы почитать, что происходило там в определенной сфере за последние полгода. Я в ней уже как бы отстаю. И иногда мы тоже можем в своей жизни делать все по привычке, быть сильно заняты, вместо того, чтобы остановиться, поставить что-то на паузу и подумать, окей, может быть, есть какой-то более эффективный способ, что мы могли делать по-другому. И это очень важно сделать для нас в своем личном призвании, в наших семьях и в церкви так же, что время от времени мы могли бы пересматривать свою загрузку, свои занятые, свои проекты и думать, как еще эффективнее мы могли бы служить для Божьего Царства. Может, какие-то методы старые нужно заменить на более новые, может, наоборот, что-то стоит усилить, что мы мало чем это время посвящаем. То есть сделать такую ревизию, чтобы стратегия наша работала, чтобы мы достигали людей. И давайте вместе просмотрим книгу «Исход», 8 глава с 11 стиха. Там 10 заповедей перечислены. И одна из заповедей, она о дне субботнем. То, что христиане, то есть верующие, в то время Израиль, как избранное сообщество Бога, должны были понимать вот эту идею отдыха. «Исход» 8, 11. «Помни день субботний, да будет священным он для тебя. Работай шесть дней и делай все, что необходимо. А седьмой день суббота, да посвященный Господу, Богу твоему. Никакой работой не занимайся в сей день, и только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раб твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый, у вас поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой Он пребывал в покое. Потому и благословил Господь день субботний и осветил его». Мы понимаем, что несмотря на то, что у Бога хватит сил, чтобы трудиться без остановки, Он всемогущий, у Него не иссякает источник силы, тем не менее Он сам сделал такую остановку день субботний, когда просто наслаждался результатами Своего творения. И в жизни очень важно нам также иногда делать такие перерывы, остановки. У кого-то может быть большой отпуск, или еще как-то выбрать себе какое-то выходное, либо просто на субботу отложить все свои дела и как бы взглянуть немного назад, сказать, «Я хорошо потрудился, вот мои результаты». И испытать наслаждение, подобно тому, как испытал сам Бог. Помните, Он сказал, когда Он отдыхал, Он сказал, «Это весьма хорошо». Это тоже очень важно. Иисус Христос – лучший пример. Иисус Христос много трудился, у Него служение было очень мощным, много людей приходило к Нему. Но тем не менее, с ростом Его нагрузки на служение всегда прослеживается один момент – Он всегда уделял время Отцу. Написано, что когда толпа время от времени обнаружила то, что Иисуса нет с ними, а Иисус тем временем возвращался с пустыни, потому что проводил время с Отцом. Это был такой способ перезагрузиться, такой способ напитаться от Бога, подкрепиться и идти дальше, вперед. Я думаю, что мы должны понимать и быть похожими на нашего Господа здесь. Современное общество, у Него такой есть немножко как бы крем в сторону трудоголизма. И хорошо, если Церковь у нас может дать ответы и поддержку людям, которые страдают вот такой проблемой, проблемой трудоголизма. Иногда нам стоит задавать самим себе вопросы или беседовать с людьми и задавать вопросы им, что заставляет тебя так много работать. Это страх, может быть, о том, что ты будешь недостаточно обеспечен. Может быть, работа стала твоим идолом. Может быть, это просто временное и вынужденное состояние. Многие из нам приходится много трудиться. Такое происходит сегодня. Может быть, много трудиться – это просто удобно. бывают и такие случаи. Признаемся честно. Ладно, расскажу вот такой момент. Когда у меня маленькие дети, и бывает такой момент, что я сижу работаю, и на работе все понятно, процессы как-то идут сами с собой, там все интересно. А тут жене нужна помощь с детьми. Я имею в виду, что я уже должен был бы в шести вечера освободиться, а ей нужна помощь, и какая-то там ситуация такая требует моего участия. И в такие моменты, если честно, спрятаться в работу легче, потому что здесь все понятно. Это мои буковки, которыми я уже провел 8 часов. То есть понажимал на клавиатуру, заработал денег вроде как для семьи и вроде как на пользу. Но на самом деле это неадекватно, потому что вот есть мои дети, которые нуждаются в моей поддержке. Иногда мы можем от чего-то убегать из-за своей занятости. И хорошо, когда мы противостанем своим, может быть, страхам, может быть, своим каким-то переживаниям, вызовам, чему угодно. Я не знаю, какая может быть ситуация в вашей жизни, но вы знаете, и Господь знает, что вы могли бы противостать им и не прятаться, не погружаться в них из-за работы. И иногда мы можем быть слишком заняты из-за гордости. Вот такие случаи происходят, когда человек, например, компетентен, и, как говорят, что со временем он не хочет никому не отдавать свои задачи, не обучает других, чтобы они могли бы его в случае чего заменить. И такое случается, и в христианстве случается, и бывают такие, что служитель, он одновременно, как говорится, у нас в народе говорят, и швец, и жнец, и надудей, и грец. То есть, типа, и портной, и этот вот хозяйственник, и одновременно еще и людей развлекают, чтобы этого с нами не происходило. Нужно иногда оставить свою гордость, позволить кому-то сделать что-то по-другому. Хочется, знаете, кому-то отдать задачу, и вот чтобы оно было сделано ровно, как ты хотел. Вот в моей семье есть такой случай. Мой дедушка очень любил там стоги складывать, у него была какая-то технология, вот, знаете, он в деревне жил, насобирали это сено, нужно было как-то особым образом устроить этот стог, чтобы вода там стекала, чтобы это все красиво высыхало, там, какая-то определенная технология, и он был в этом крут, у него это хорошо получалось. И как-то его сыновья говорят ему, давай я помогу, давай я помогу. Он говорит, ну, давай попробуй. Он начинает, сын что-то делать, не получается так, как он хотел. Он такой, нет, давай я сам. И вот по-своему все делал. И через какое-то время силы совсем оставили, вот, что он уже, ну, как бы, вот вышел работать, начал делать этот стог, смотрит, очень сильно встал. Сел на крылечко, проходит сын, говорит, давай я сделаю. И он делает, и делает вот так, как делал раньше, то есть не по технологии, грубо говоря, но уже мой дедушка сидит и такой говорит, а неплохо ты делаешь, неплохо. Важно нам иногда вот еще не дожидаться этого момента и вовремя все, какие-то вещи делегировать. Мы понимаем, что иногда у нас есть такая гордость, нам нравится быть, что мы люди востребованные, что никто нас не может заменить, вот, чтобы у нас такого не было в нашей жизни. Окей, мы поговорили про христианские ценности по отношению к времени, христианская перспектива, как мы понимаем нашу жизнь, что у нас есть жизнь вечная, то, что у нас есть, мы будем давать отчет перед Богом. Мы поговорили о этих двух крайностях, что иногда мы в ущерб себе можем быть слишком заняты, иногда наоборот можем отлынивать от работы. Такое случается с людьми, пускай Бог исцеляет людей, нас иногда обличает, когда мы в чем-то неправы, пускай это Бог все поможет. И следующий пункт моей проповеди, последний, он будет очень практичный, будет много таких применимых советов. Сразу хочу как бы сделать отговорку, что у вас может быть свой собственный темперамент. Те практические советы, о которых я сейчас буду говорить, возможно, какие-то из них не подойдут конкретно к вам. Попробуйте, если не получилось что-то, поменяйте в своей жизни. Может быть, не все будут пункты применимы, потому что у вас другая загрузка, другое призвание, другое социальное положение, семейное положение и что-то еще. Но в целом-то это такие принципы более-менее универсальные. Я некоторые могу вывести из Библии, некоторые я прочитал в различных светских книгах, некоторые как бы научился сам или научило меня мое окружение, рабочее, либо церковное. И эти советы это не панацея, это просто способ, как делать нашу работу эффективно. Я не безупречный в вопросе на менеджменте. Моя вот предыдущая неделя была слишком загруженной. Я иногда, к сожалению, отменяю встречи, и некоторые из вас с этим знают, что не успеваю со своими делами справиться. Но тем не менее, я веду борьбу в этой области, чтобы становиться все более эффективной. И если где-то есть какие-то вещи, которые работают не совсем хорошо, стоит остановиться и двигаться дальше. Все будет получаться со временем, все лучше и лучше и лучше. И может быть, кто-то из вас сейчас, когда слышит меня, думает, ну ладно, из Библии мы понимаем, из своей жизни мы понимаем, но вот светские книги. Я знаю, что у определенных христиан есть такое отношение. Но здесь я хочу сказать, что сам Иисус Христос однажды рассказывал притчу о неверном управителе, кто как человек вел дела, сделал определенную работу. Луки 16, глава 8 стих, он сказал, это вот в притче было этот стата, и похвалил господин, то есть господин, который был в притче, управляющий за то, что он действовал так предусмотрительно. Да, дети века сего иногда имеют дело с себе подобными, более предусмотрительными, чем дети света. В синодальном переводе. Ибо сыны века сего догадли сынов света в своем роде. То есть здесь говорится, что у людей этого мира есть области, в которых они гораздо более компетентны, и нам стоило бы научиться у них. Можно еще привести библейский, можно привести такой богословский, богословский идею о том, что есть всеобщая благодать, и Бог действует в жизни каждого человека, даже если он не верующий. Но я думаю, что с этим все понятно, возражений особо нету, если вдруг будут, подходите ко мне, обсудим. Время – это среда, в которой мы существуем, и бессмысленно жаловаться на нехватку времени. У всех у нас, мы все находимся более-менее в равных условиях, у всех 24 часа в сутки, я хотел спросить, или есть какие-то исключения. Вижу, вы улыбаетесь, хорошее настроение. Идем дальше. И хочу начать с этого принципа. Их будет много, они не будут перегружены. Если что-то вам понравилось, вы можете записать, если вдруг что-то упустили, можете переслушать, написать мне, я скину вам конспект. В общем, я надеюсь, что следующие 10 минут на моей проповеди принесут всем нам пользу. Иногда, будем по пунктам, я буду засчитывать их, и где нужно, буду объяснять. Первый пункт я записал так. Плохой карандаш лучше хорошей памяти. Что иногда, когда мы много дел планируем, мы их как бы запоминаем, никуда не записывая. И может случиться так, что мы уже потом не помним, что кому что пообещали. Что мы договорились встретиться с этим человеком тогда, а этому говорили, что вернем что-то, какую-то вещь потом. Или вот эти все вещи. И хорошо их записывать, чтобы у вас был какой-то блокнот, он может быть бумажный, он может быть электронный. Это может быть чат в Телеграме, в Вайбере с самим собой. Это тоже как способ сделать заметки. Где вы записываете какие-то вещи, которые не стоит забывать. Ведь потому что, когда дел становится много, потом вы можете оказаться в таких ситуациях, что вот в среда вечера вам звонит друг и говорит, «Алло, ты где? А ты не помнил то, что ты назначил с ним встречу». Оказывались, да, вы в таких ситуациях. Поэтому плохой карандаш, он лучше хорошей памяти. И наш мозг, он хорошо решает вопросы некоторые, он умеет решать какие-то проблемы, умеет как-то действовать в креативном ключе. Но это не совсем запоминающее устройство, которое призвано просто быть списком для дел. Хорошо, когда мы их записываем на бумагу, в компьютер, куда-то еще, и тем самым освобождаем себе часть процессора нашего мозгового. Ощущали вы такой эффект, что когда что-то выписал, какие-то вещи, тебе не нужно о них помнить, и тебе становится легче даже думать потом о будущем. И вот когда мы выписываем, из-за этих записей может образовываться списки дел. Есть такая терминология, я, ладно, забыл, как по-английски правильно произнести, поэтому не буду сейчас произносить. Но, в общем, есть такая популярная терминология, что мы можем о ведении списка дел, что все дела должны быть сделаны. И смотрите, когда мы записываем дела, мы обычно просто их выгружаем из памяти на наш листик, на наш карандаш, на наши заметки. Это как бы можно назвать входящими. Там просто общая свалка всех наших идей, наших мыслей. Потом мы эти вещи пересматриваем. Мы некоторые берем в работу, некоторые мы говорим, я не могу это успеть, допустим, в этом месяце, откладываю на потом, и тем самым уже из этого списка формируются другие два. Что-то мы взяли в работу, а что-то мы отложили на потом. И еще, вот когда мы что-то берем в работу, что мы собираемся это выполнить, хорошо их объединять в какие-то такие общие группы. Например, если вы находитесь за компьютером, и вам нужно кому-то ответить, написать какое-то сообщение большое, и одновременно, допустим, отправить e-mail. Хорошо, эти два дела поставить рядышком, чтобы когда вы оказались за компьютером, сделали их сразу два. Или, например, у вас есть какие-то дела в центре города. Брест так устроен, что много вещей происходит в центре города. И вы туда едете что-то забрать, например, встретиться с другом, и одновременно у вас еще есть какое-то дело, которое связано с этим местом. Вы можете эти две задачи объединить, тем самым увеличивая эффективность. Что вам не нужно будет дважды покупать талончик на троллейбусе, дважды ехать куда-то. Задачи пускай будут маленькими и измеримыми. То есть, если у вас есть какая-то там, не знаю, задача написать книгу, вы не можете за один день поставить просто галочку. Это очень большая задача какая-то. Вы должны разбить ее на как можно большее количество подзадач. Может быть, завести рутина, что вы каждый день, допустим, час пишете книгу. Или диплом. Студенты, правда? То есть, вот скоро знаешь задачи дипломов. Диплом как хорошо пишется? Когда вы какое-то время, по полчаса каждый день уделяете ему время, и все получается. Когда мы ставим галочку напротив этого пункта в нашем списке, у нас появляется это удовольствие. И это удовольствие, оно очень классное. Я его очень люблю. То есть, вот есть такой вот там кружочек специально, чтобы маркером поставить или ручкой, вокруг него галочку. И вот вспоминаем, как действовал наш Бог. В седьмой день он посмотрел на дела своего творения и сказал, «Весьма хорошо». И когда мы испытываем это чувство законченности, что мы сейчас вот эту задачку сделали, нам уже необязательно про нее помнить. Мы тоже испытываем какое-то облегчение и радость от своего труда. Это хорошо. Это библейская вещь на самом деле. Об этом много говорится в экресиастие, то, что человек испытывает удовольствие от своего труда. Это хорошо. Но когда вы занимаетесь этими списками дел, время от времени у вас может появляться как бы слишком перегруженное расписание. То есть, вы задали много задач и со всеми не справились. И вот как бы у вас было, допустим, семь задач на сегодня и семь задач на завтра. Сегодня вы успели только три, и на завтра у вас уже получается 11 задач. Вы как бы перегружены. То есть, в завтрашний день вы уже не можете ничего успеть. все свои задачи, которые перенесли с сегодняшнего дня. И тут нам очень важно быть в смирении. Мой таймер звонит, это тоже часть тайм-менеджмента, как на проповеди не затянуть надолго. Если что, я ставлю его запасом, поэтому у меня еще есть какое-то время. Правда? Я могу рассчитывать на ваше внимание. Смотрите, вот это чувство вины, когда мы с чем-то не справились, оно нам сильно мешает. Нам нужно его оставить и двигаться дальше. Какие-то вещи распределить по-другому. И есть такой способ вести списки, называется закрытые списки. Это когда ты формируешь на день свои задачи оптимально так, чтобы он не был перегружен. Знаете, как бывает иногда, мы пишем что-то, какое-то дело, хотя думаем, а может быть не успею, а может быть успею, а я напишу на всякий случай. Вот это вот, а я напишу на всякий случай, его не должно быть, потому что, скорее всего, не успеешь, и будет это чувство вины. И, скорее всего, планы могут сорваться, какие-то другие люди можете подвести. Поэтому хорошо, чтобы вы прагматично, адекватно оценили свои силы и заранее написали сколько-то. Если осталось свое свободное время, вы это свободное время провели с семьей или со своими друзьями или с кем-то еще. И это очень важно, потому что тогда будет меньше срывов. И еще вот в этих списках ведения дел есть такая вещь, как приоритеты. Мы говорим, что если это высокий приоритет, то низкий приоритет. Это что-то важное, это что-то неважное. Но обычно, это безусловно так, приоритеты существуют. Есть более важные дела, более срочные, есть менее важные и менее срочные. Но обычно у этого тоже есть проблема. Мы записываем как бы незначительные дела и потом откладываем их, откладываем, откладываем и откладываем. Вот эти закрытые списки подразумевают то, что все, что вы написали в список, даже если это не приоритетное дело, вы должны успеть. Потому что может оказаться, что вы просто записывали это не важное дело в свой список, хотя на самом деле его там вообще не должно было быть. Понимаете? Не перегружать свое расписание. Если бы у меня были бы там домино, например, я бы принес, поставил бы здесь три костяшки таких вот, и бы показал, когда они стоят плотно друг к другу и задеть одно, упадут все остальные. А когда наше расписание не перегружено, когда у нас есть какие-то промежутки между нашими делами, например, у вас там три встречи с друзьями, к примеру, за день, хорошо, если между ними будет какой-то такой запас времени по часу, например, чтобы вы, если где-то что-то пойдет не так, чтобы вы могли как-то перестроиться. А может быть оказаться, что первая встреча сместилась, отменилась или что-то еще, и все ваше расписание, все ваши договоренности пошли под откос. Нужно пытаться минимизировать количество случайностей, нужно планировать все заранее, в служениях и не добавить с этим сложности. Время от времени ко мне обращаются странными просьбами, когда говорят, там, на работе, например, что вот эту задачу нужно было сделать завтра, вчера еще, но если эту задачу нужно было сделать вчера, то ты мне должен был написать позавчера, понимаете, да, то есть я не управляю временем, я не могу вернуться назад. Вот, у меня уже есть на сегодня дела, и у меня есть вообще по обрежизни такой принцип, в одной книге написан, книга так и называется, сделай это завтра. То есть, каждые вещи, когда к нам приходят, мы не спешим, не бросаем все свои остальные дела, чтобы их делать, если это дело терпит, вот, как бы, может подождать, мы откладываем его на завтра. Конечно, это не включает себя вот в такие моменты, что там, кому-то нужна срочная медицинская помощь или что-то еще, это безусловно, то есть это мы сделаем в любом случае, но в целом, мы, я никогда особо не берусь на задачу, которую не планировал вчера. То есть, вот такой принцип, он сильно помогает разгрузить себя и в целом, мое, мое, мое сообщество, вот рабочее, оно к этому перестроилось и моя жизнь стала намного более предсказуемой. Меньше стало ко мне обращаться людей, такие, которые, что ты должен сделать это вчера. я не могу это сделать вчера, я сегодня, могу сделать только завтра. Так, сейчас я немножко перепроверю, что я еще хочу сказать, может, что-то сокращу. Смотрите, электронный календарь, очень удобная штука, у вас может быть, вот общий календарь, даже можно так этот пункт назвать. Я скажу так, что вот у меня трое детей, они маленькие, я удивлен и вдохновлен тем, как многие из вас справляются со взрослыми детьми, но даже с тремя маленькими детьми иногда это доставляет определенные сложности. И вот это требует определенного планирования. Я про свою семью говорю, что это как команда. И иногда у нас бизнес-процессы с семьей построены сложнее, чем в какой-нибудь кофейне в центре города. И там, например, есть такие моменты, что я работаю из дому, иногда я присматриваю за детьми, одновременно как бы отвлекаю, одновременно отвлекаюсь на детей и на работу. Но я должен тоже об этом знать. В нашей жизни нет таких ситуаций, когда, то есть мы с Марикой так договорились, с моей женой, что мы заносим все такие дела наперед на неделю. Если она хочет встретиться с подругой, в этом нет проблем. Она пишет просто в электронный календарь, у кого-то может быть просто такая табличка на холодильнике, что в среду, вот в такое-то, такое-то время у меня встреча с подругами. И я под это подстраиваюсь. И, соответственно, я пишу туда все свои дела. И можете быть уверены, если с кем-то из вас я назначил встречу, то Марик об этом знает. У него в электронном календаре эта информация есть. Это тоже хорошо. Это такая открытость. И это способ делить, не знаю, одну машину на двоих. То есть, как бы мне не часто нужна машина, поэтому мы спокойно выживаемся в семье вот с этими вещами. Если, допустим, она написала, что будет встреча с подругой у нас дома, то я на это время запланирую и окажусь где-нибудь не дома с детьми, например, или что-то еще. И это очень сильно все упрощает, потому что помнить наперед я не могу. Когда слишком загружен, ты не можешь помнить понедельник, что ты пообещал на пятницу. Это очень сложно. Электронные календари, совместные календари, пускай это будет листик на холодильнике, этому хорошо помогают. Это стоит ноль рублей, ноль копеек. Это не какая-то платная функционал в электронных календарях. Каждому из вас, у кого есть телефон, это доступно. Этим можно пользоваться. Потом еще хотел сказать, что есть целесообразность, что иногда мы действуем... Ладно, я чувствую, что вы немножко устали. Я могу сейчас сократить. Кто-то еще готов слушать, а? Вот, ладно, хорошо, я улавливаю то, как вы слушаете. Все, хорошо. Так. Смотрите, целесообразность. Вот здесь немножко посложнее, дальше будет полегче. Не волнуйтесь. Целесообразность вот как. Что иногда мы действуем не совсем рационально. К примеру, допустим, вот случай жизни. Мой жене нужно было, допустим, съездить к врачу с детьми, еще на какое-то занятие заехать, еще что-то сделать. У меня одновременно тоже какая-то своя загрузка. И вот приходит время обеда, кто будет готовить этот обед? Упс, да? То есть, в принципе, может что-то простое сделать, но иногда гораздо более эффективно что-то просто заказать там какую-то еду или пойти купить полуфабрикаты, которые в соседнем супермаркете. Это и есть целесообразность. То есть, я как бы заплатил часть своих денег, чтобы сэкономить себе время. Вот. Не то, чтобы нужно делать так каждый раз и потом не готовить себе. То есть, нужно действовать, конечно, рационально, не тратить свои финансы просто так. Но иногда гораздо проще заплатить деньги и решить так вопрос. Я знаю, вот тоже один пример из служения. Один лидер, ему нужно было найти два волонтера, чтобы они помогали ему целый день. Он бросил клич в своей церкви, не помогло, бросил клич в соседних церквях, не нашлось таких два человека. В итоге, он просто сказал, нужен бюджет, и этот бюджет, он не занимал какую-то большую финансовую сумму. Это вполне адекватный бюджет, где он просто подошел к двум людям и сказал, вы хотите поработать, я вам заплачу. И сразу же нашлись желающие. Вот это целесообразность. Вместо того, чтобы пытаться людей в церкви сказать, вы должны, ну это же для Господа, это же служение, это же конференция. Вот так тоже можно решать вопрос. Тут я хочу сказать, что благодарен Богу о том, как работает наша церковь, что у нас такое большое количество волонтеров. Это когда мы понимаем всю сложность вообще всего этого механизма, который здесь запущен, и как оно работает, приходит такая благодарность вам и Богу, что это все работает. Когда, допустим, у меня не было детей, я не понимал, что есть там воскресная школа, и как она функционирует. Сейчас я чуть больше понимаю, понимаю, насколько они заняты. И когда я еду со своим ребенком в машине, и он говорит, папа, знаешь что, если ты хочешь что-то приятное Христу сделать, можно найти какого-то человека и сделать ему приятное. И Бог сказал, что если вы сделаете это кому-то другому, это как вы сделали мне. Я такой, серьезно, это очень хорошо, это очень круто. Я понимаю, что я ему этого не учил. Говорю, а кто тебя этому научил? Учительница. Большое спасибо вам. Спасибо всем нам за такой труд, который мы несем. Пускай у нас будет всегда сила действовать продуктивно, эффективно и жертвовать своим временем. Это тоже важно. К сожалению, у нас нету таких финансовых возможностей, чтобы всем оплачивать этот труд. Я здесь просто привел такой пример в надежде то, что вы не скажете. Все, теперь я только за деньги буду помогать. Аминь? Аминь? Только улыбки есть. Надо сказать аминь. Хорошо. Неясная граница ответственности убивает эффективность, запутанная коммуникация убивает эффективность. Если, например, вот есть три лидера служения, допустим, молодежного служения, у нас четыре лидера сейчас. Если вы подошли и решаете вопрос какой-то свой, допустим, через меня, то продолжайте его решать через меня, а не так, что вы увидели потом на следующем служении Даника и говорите, Даник, кстати, я хотел вот сказать, вот я Сергею говорил, а тебе добавлю. Потом нам нужно будет садиться с Даником и сводить счеты, какая последняя информация оказалась правдивой. То есть сводить счеты, кстати, наверное, ну вы понимаете, в каком ключе я говорю, что надо будет сверять информацию. И в принципе мы справимся, но это все как бы затрудняет. То есть вот эта коммуникация, когда мы говорим, скажи ему, чтобы он сказал тому, чтобы тот сказал тому, это уже получается испорченный телефон, потеря эффективности и трата чужого времени. И я уже заканчиваю. Последнее, что я хочу сказать, то что нам нужно иметь четкое видение, чтобы понимать, что в наш календарь должны попадать те дела, которых Бог нам призвал. Наше расписание должно отражать наши откровения от Бога. Если у вас есть откровение от Бога, то что вы хотите быть крутым музыкантом и прославлять Бога в служении, то это должно быть видно в вашем расписании. Количество репетиций говорит о вашей посвященности. Если вы хотите быть проповедником, но в вашем расписании нет чтения книг, беседовать с людьми, просто чтение Библии, размышления, чего угодно, то ваше расписание не отражает ваше откровение от Бога. Очень хорошо, что это как один способ проверить, действительно ли я верю в то, чем я занимаюсь. Действительно. И еще четкое видение помогает нам не сбиваться. Когда мы знаем, что я занят этим, этим и этим, и когда кто-то приходит к вам с дополнительной какой-то нагрузкой, с дополнительными обязанностями, вы понимаете, что я способен это сделать, только если откажусь от части своих обязанностей, от части своей посвященности. Иногда не стоит так делать. Нужно просто сказать человеку «нет» и объяснить, почему вы говорите «нет», что я бы очень хотел, может быть, я бы и смог, но я занят, и если только откажусь от своих дел, то смогу это сделать. вот эта вот культура, когда мы выстраиваем свои границы, и эти границы должны быть у каждого, она сильно помогает нам быть эффективными. На работе, то есть, смотрите, случаются такие случаи, когда мне кто-то пишет и говорит «привет», ничего не происходит, потом я пишу «привет», он пишет «я хотел задать вопрос». Уже прошло пять минут времени от «привет» и до «хотел задать вопрос». Я говорю «хорошо, задавай». Потом «вот вопрос». И он задает вопрос, но сформулирует его настолько мало, что там только два предложения, и ты не понимаешь детали. И ты пишешь «хорошо, а как вот это, это и это?» И он еще отвечает. И вот полчаса моего времени ушло на это. Если бы этот человек, то есть, и смотрите, что я могу сделать? Я могу каждый раз так поступать, но я могу людей обучать, которые работают рядом со мной. Говорить «послушай, напиши одним сообщением, задай вопрос». Я всегда максимально прошу много подробностей, чтобы они знали, что если они напишут Сергею, Сергей спросит максимально большое количество подробностей. Нужно сразу задать вопрос четко со всеми вводными. Говорить «у меня проблема». То есть все такое. Понимаете, да? То есть вы не звоните другу, не говорите так, в трубку не молчите, говорите «привет». Он говорит «привет». «У меня сломалась машина». «А что мне конкретно сломалось?» То есть нет, это все можно гораздо более эффективно делать. Аминь. Аминь, да. Это надо чуть больше времени потратить, чтобы людям объяснить, что вот так и так и так. Иногда культура еще, вот эти границы, они выстраиваются очень легко. Нужно просто нам работать в этом направлении. Иногда, когда вот на моей занятости программистом, мне пишут вечером, в пятницу, я уже собрался отдыхать, иду с детьми где-нибудь по парку, и мне пишут «Привет, есть вопрос, вот такой-то, вот такой-то, со всеми подробностями, как я люблю, все супер». Я говорю, раньше я всегда оставлял все свои дела и начинал как бы решать этот вопрос. А потом я понял, что я хотя бы буду задавать вопрос, а когда это нужно сделать? Иногда кажется, потому что это очень срочная задача, без нее никто там уже жить не могут на работе. А ты говоришь, а это срочно? Он говорит, а нет, это не срочно, я просто написал, чтобы ты не забыл в понедельник. Отлично, моя прогулка с детьми спасена. И вот иногда мы тоже слишком быстро бежим делать какие-то задачи, а можно спросить и сделать их в более свободное время. Это тоже выстраивание культуры. Мы вместе с вами, спасибо вам всем за внимание, вы очень хорошо слушали, мне было очень хорошо проповедовать. Мы вместе с вами подошли к концу моей проповеди, мы сделаем несколько еще повторений, хотя да, повторения можно опустить. Поговорим про наше общество, о том, что мы можем принести исцеление трудоголикам, мы можем научить ленивых дисциплине, мы на духовном уровне можем противостать апатии, мы можем выгнать из нашей жизни все духовное, то, что нам мешает. Нам надо научиться замедляться, чтобы люди, когда попадают на наше собрание, не чувствовали спешку, суету. Но вместе с тем, иногда нам стоит говорить, как говорит современное общество, говорить быстро и по делу. У меня есть друг, такой пример тоже еще приведу, я занят очень сильно, у него такой темп задавать вопросы. Вот он мне звонит, он говорит, привет, у тебя есть время? Есть. А что делаешь? А как дела? И мне, знаете, сложно, я говорю, слушай, я спешу. И он все равно в таком медленном-медленном диалоге начинает мне задавать все вопросы. Я очень уважаю его, очень люблю, это хороший мой друг. Но диалоги надо строить из этого сложно. И вот если церковь тоже будет говорить медленно, когда весь этот мир привык решать все вопросы быстро, у нас диалог будет очень затрудителен. Например, когда на конференции у нас есть список, вот такая тема, когда вопросы-ответы, хорошо, если мы отвечаем четко и по делу. Один вопрос, одна минута, конечно же, мы там не успели что-то сказать. Сказали, что вот будет ссылка, поговорите со мной, вот мои контакты, еще как-то. Весь современный мир живет так. И нам в церкви стоит для того, чтобы продолжать диалог с этим современным миром, тоже уметь говорить в таком темпе деловито и быстро. В темпе современного общества. Хорошо. У меня все. Вместе с вами мы можем вместе помолиться. Давайте встанем и прославим нашего Господа в молитве. Спасибо.